Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами Городум и Знай Познавай, Супер Блиц, и я ведущий Кирилл Махров. Мы подготовили, как всегда, пять вопросов, которые идем задавать очередному участнику. И, как всегда, естественно, верим, что он на все вопросы ответит правильно. Ну или как минимум заработает те заветные 15 баллов, которые ему необходимы для получения приза от Видная ТВ. Вперед! Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Владимир Федорович. Очень приятно, Владимир Федорович, меня Кирилл зовут. Ну что, пять вопросов. Первый вопрос. Советская пропаганда умело использовала человеческую слабость немцев. Так, монотонное тиканье часов по городскому радио сопровождалось этими словами, что каждые семь секунд на фронте происходит это. Что? Убийство, наверное. Ну вот, каждые семь секунд. А убийство? Кого? Немцы, конечно. Немцы. А на сколько оцениваете от одного до пяти? Пять. Пять. Это правильно, действительно. Каждые семь секунд гибнет немецкий солдат. Дальше. Итак, второй вопрос. Здесь будет четыре варианта ответа. С начала 20 века по 1917 год полиция практически не занималась организацией дорожного движения. Зато эти функции возложила на представителей этой профессии. Их наделили солидными полномочиями. И они могли даже выдавать штраф. О людях какой профессии идет речь? Варианты ответов. Трубочисты, извозчики, фонарщики, дворники. Дворники. Дворники? Уверена. А первый, кто вас гадает? Покажите, пожалуйста. Фонарщики. А, не первый, трубочисты, извозчики, фонарщики и дворники. Извозчики, наверное, все-таки. А может дворники? Все-таки. Нет, все-таки дворники. Дворники. А на сколько? Ну, на четыре балла. На четыре. Это правильно. Это действительно дворники. Девять баллов в вашем активе. Вы когда-нибудь пассианс раскладывали? Очень-очень давно. Молодым когда был. Понятно. Ну, вы сейчас очень-очень даже. Итак, вопрос. Тоже тест-вопрос. Четыре варианта ответа. Этот вид пассианса считается самым выигрышным. С вероятностью 99,99%. Какой? Вариант ответов. Паук, солитер, крепость или косынка? Паук. Паук. Уверены? Да. Смотрите. Паук, солитер, крепость и косынка. А знаете, кто вот эту статистику во всех карточных играх выдает? Шахматисты. Они, да. И вот 99,99,99. Того, что у них этот пассианс раскладывался. Паук, солитер, крепость или косынка? Ну, крепость, наверное, все-таки поменяют. А может, какой-то еще другой? Паук, солитер. Паук, солитер, крепость и косынка. Ну, косынка... Косынка на три балла. Косынка на три балла. Паук на четыре. Нет, ну, надо же один только дать ответ-то. Один. Ну, давайте. А может, и ни то, ни другое? Может, что-то еще? Смотрите, паук, солитер, крепость или косынка. Нет, все-таки паук. Паук. На сколько? На четыре. А может, на три? Ну, давайте на три. А, я три говорил, наверное, да. К сожалению, это солитер. Но ничего страшного. Итак, в вашем активе у нас получается пять... Нет, было девять, три, шесть. Итак, шесть баллов. Дальше продолжаем. В 1941 году швейцарский инженер Жорж Демистраль после прогулки с собакой принялся ее очищать от растений, которые затем изучил под микроскопом. Через годы проб и ошибок из нейлона было сделано это изобретение, широко применяемое и по сей день. А вот, знаете, он от собаки. Вот собака пришла, нахватала репейников. И как вы думаете? Ну, вот на что он сделал, вот это вот, молния. Молния, репейники. Ну, шерепейники, они же, знаете, как в шер запутываются? Да, запутываются, да. Наоборот, замотала. Липучка? Липучка такая. А на сколько? Это на пять. На пять. Это действительно липучка. Десять баллов. Одиннадцать баллов в вашем активе. Ну что, последние вопросы, я верю. Одиннадцать. Одиннадцать. Первый пять, второй четыре. Ну, девять, потом на три. Девять. Ответили неправильно. А, снимаешься? Конечно. Такие. Да. Итак, у вас одиннадцать баллов. Ну, все. Ну что, последний вопрос. В США эти уличные азартные игры называются Shell Game. Shell Game – это ракушка. Ракушка, ну, игры – ракушка, короче. Что переводится как «мошенничество, обман». Ну, это словосочетание уже как «мошенничество, обман». Как эти запрещенные на улицах игры называем мы? Уверен, что вы знаете ответ. Ну, это я, наверное, не знаю. Но это называются как? Мошенники эти? Ну, вот, знаете… Ну, как вариант. Как вариант на персты сидели. А на сколько? На четыре. На четыре. А можно и на пять. Давайте пять. На пять. Это на перстыке! Я вас поздравляю. Вы победили в игре. Позвольте вам вручить вот такой вот браслет. Это необычно. Такие браслеты вручаются всем победителям. Игры «Думай, знай, познавай, супер, блиц». Видите, написано «Победитель». Пожалуйста, он светонакапливающий, можете носить его на руке, чтобы вас видели издалека, что вы победитель. Спасибо вам огромное. До свидания. Удачи вам. Спасибо. До свидания.